Добрый вечер! Я чувствую себя немного золушкой на этом празднике науки, поскольку не имею к ней, в общем-то, наверное, никакого отношения. Я пишу стихи, эссе, являюсь автором толстых литературных журналов «Новый миф», «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Орион» и прочее. Но, тем не менее, меня пригласили сюда как автора эссе «Поэзия и неевклидовая геометрия параллелей и пересечения». С 2011 года я провожу в Казани международный поэтический фестиваль имени Николая Лобачевского. И это, вероятно, единственный фестиваль в мире, литературный фестиваль, который носит имя математика. А вот когда на первом ряду говорят, это немножко сбивает. Спасибо. Я постараюсь поменьше заглядывать в свои бумажки. На меня произвело впечатление выступление предыдущих лекторов, которые очень свободно, красиво говорили об интересных вещах. Но, к сожалению, я должна заглядывать в свой конспект, потому что слово для поэта, это очень важно, чтобы оно стояло на своем месте. Итак, считается, что человек за тысячелетия почти не изменился. Он испытывает те же эмоции и также пытается понять мир. Да и сам мир, если отбросить достижения цивилизации, направленной на удовлетворение естественных и эстетических потребностей человека, не изменился. Меняется лишь представление человека о мире и о самом себе. Если поле зрения обычного человека по горизонту составляет 180 градусов, то у великих оно стремится к 360. Конечно, это метафора. Но не метафора то, что гений способен обнаружить в предмете своего изучения скрытые черты и свойства, невидимые для всех остальных. А поэт, обладающий интуитивным зрением, предлагает взглянуть на мир с самой неожиданной стороны, выявив в нем парадоксальные закономерности. Поэзия и неевклидовая геометрия – вид искусства и раздел математики. Между этими вершинами человеческой мысли много общего. Суть и той, и другой – гармония. Их сближает и красота решения научных и художественных задач. Неевклидовая геометрия, рожденная в самое неподходящее время и непринятая современниками, для меня символ самой поэзии, которая тоже появляется не вовремя и не кстати. Поэзия – это та же неевклидовая геометрия. Великие поэты, нарушая каноны, которые всем казались незыблемыми, создают свои собственные. Не случайно кто-то из великих сказал, что поэта надо судить по законам, созданным им самим. Для поэтов-бунтарей поэзия предшественников – это как часть космического корабля, который выводит их на необходимую орбиту, а сама сгорает в атмосфере. Они творят в пространстве будущего, но вынуждены обитать среди тех, с кем пьют чай или соседствуют на страницах одного и того же литературного журнала. Почти ничего не известно о встрече Пушкина и Лобачевского. Но эта встреча состоялась, и произошло это в Казани в 1833 году, во время пребывания в ней великого поэта, когда он собирал материалы по истории Пугачевского бунта. О чем они говорили? Неизвестно. Но отголоском этой беседы можно считать известное высказывание Пушкина «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии». Интересно, что через год после встречи Пушкина с Лобачевским в булгаринском журнале «Сын Отечества» появилась статья, полная оскорбительных нападов на воображаемую геометрию. Есть люди, которые, прочитав книгу, говорят, она слишком проста, слишком обыкновенна, в ней не о чем и подумать. Таким любителям думания советую прочесть геометрию господина Лобачевского. Вот уж подлинно есть о чем подумать. Многие из первоклассных наших математиков читали ее, думали и ничего не поняли. Чего не может представить воображение, особливо живое и вместе с тем уродливое. Подобным нападкам подверглось в это же время и творчество Пушкина. Например, статьи булгарина о Евгении и Онегине вошли в историю русской литературы главным образом своим эстетическим приговором. Совершеннейшее падение. Косность, инерция, мышление и восприятие – главный враг поэзии. Множество поэтов пишут правильные с точки стихосложения стихи, не привносящие при этом ничего нового. Но, как отметил Юрий Лотман, хорошо писать стихи – писать одновременно и правильно, и неправильно. Потому много ли среди них тех, кто переворачивает наши представления о себе? От Платона до Канта среди философов и математиков существовало мнение о том, что постулаты или аксиомы, положенные в основу науки, должны обладать признаком очевидности. Но в поэзии все как раз не очевидно. Молодой Тургенев, человек с тонко развитым поэтическим чувством, восхищался Бенедиктовым, забытый на ней поэт XIX века, но пользовался огромной популярностью при жизни. Чернышевский считал Фета, одного из любимейших поэтов Толстого, образцом бессмыслицы, полагая, что по степени абсурдности с ним можно сопоставить только геометрию Лобачевского. Это цитата из Лотмана. Стремление к гармонии часто подвигает поэтов на решение научных вопросов в своих стихах. Римлянин Лукреций Карр, живший незадолго до нашей эры, в своей поэме «О природе вещей» излагает учение Эпикура, развивая теорию атомов и строения мира. В знаменитой божественной комедии Данте соединил поэзию с космологической системой, метафизикой Аристотелей. То есть для решения научных вопросов избрана форма художественного произведения, использованы средства искусства. Можно сказать, что большой поэт часто является в то же время и ученым-исследователем. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, И мнимое рву постоянство и самосознание причин, И твой бесконечность учебник читаю один без людей, Безлиственный, дикий лечебник, задачник огромных корней. Можете ли вы сказать, кто это? Близко, но нет. Конечно. Постоянно думая о предмете своего изучения, Ученый в самый неожиданный для себя момент способен сделать с открытия. Известен миф об убавшем на Ньютона яблоке, Который вдохновил ученого на закон о всемирном тяготении. Поэтом строки также порой являются во сне, Которые, правда, они потом зачастую забывают. Но самые предприимчивые из них ложатся спать, Расположив бумагу и ручку прямо у изголовья. Немецкого математика-универсала Давида Гильберта Одного из столпов мировой математической науки 20 века Спросили об одном из его бывших учеников. А, такой-то, вспомнил Гильберт, он стал поэтом. Для поэта у него было слишком мало воображения. Значит, вдохновение и воображение, Как особые состояния полета и озарения, Способность мыслить нестандартно, Развивая самые сумасшедшие идеи, Свойственны и математикам, и поэтам. Великие открытия делают бесстрашные ученые. Так же, как великая поэзия Состается бесстрашными поэтами. Для того, чтобы создать новаторскую поэзию Или сделать научные открытия, Опровергающие все предыдущие постулаты, Нужно быть по-настоящему смелым человеком, Который не боится показаться смешным и нелепым. Бесстрашным был, будет Лянин Велимир Хлебников, Автор строк «Я разен со знаменем Лобачевского». Задолго до того, как поколебать устой классической поэзии, Он, будучи студентом физико-математического факультета Казанского императорского университета, Принял участие в студенческой демонстрации Против произвола властей и был арестован. В ответ на уговоры отца, просившего его не участвовать в демонстрации И вернуться домой, Хлебников ответил «Надо же кому-то и отвечать». Интерес Хлебникова к открытию Лобачевского закономерно не случайен. В стоящем на вершинах легче увидеть друг друга. В каком-то смысле их можно назвать современниками. Они стали по-другому распоряжаться временем и пространством. «Я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое – большим. Просто во всех членах уравнения мира знак «да» заменен знаком «нет». Таинственная нить уводила меня в мир бытия, И я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика». Скажите, пожалуйста, вот в своем эссе я излагаю постулаты эвклидовой геометрии. Нужно этим заниматься или вы все с ними знакомы? Что опроверг Николай Лобачевский? Эвклид в своих началах в 2285 год до нашей эры опубликовал пять аксиом, которые стали фундаментом классической геометрии. Первое. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую. Второе. Ограниченную прямой можно непрерывно продолжить по прямой. Третье. Из всякого центра, всяким радиусом может быть описан круг. Четвертое. Все прямые углы равны между собой. И пятое. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы меньше двух прямых, то продолженные неограниченно эти прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Неудобно сказано, это сказано не современным языком. В современном звучит примерно так. Через точку, взятую вне прямой на плоскости, можно провести только одну прямую, не пересекающую данную. Предыдущие ораторы уже говорили о пятом постулате, о том, как к нему отнестись. Лобачевский поступил просто. В 2000-летие пятый постулат был недоказуем. Он поступил просто. Он сделал вывод о его недоказуемости. А раз он недоказуем, значит, возможно, принципиально и на геометрии. Отличный от Эвклидовой. К открытию пространственной геометрии близко подошли король мете математиков немец Гаусс и венгр Яна Жбауи. Гаусс не решился опубликовать свои работы, понимая, что будет осмеян. А Яна Жбауи, не сумев принять открытую им теорию, потерял рассудок. Скажите, сколько у меня времени? Просто я хочу немножко сократить и ответить на ваши вопросы и поговорить. Хотя бы немножко. Вы все знаете, что Лобачевский умер непризнанным. Потребовалось почти 50 лет для признания его теории. И скажите, вы были в музее истории университета? Вы видели подлинные предметы Лобачевского? И там хранятся два портрета Николая Лобачевского. Один из них довольно известен, такой канонический портрет молодого мужчины, молодого, блистательного, я бы сказала, мужчины в мундире ректора. Этот портрет часто публикуется в интернете и во всевозможных буклетах. Но есть еще портрет второй. Он не публикуется, потому что это портрет не просто разочарованного в жизни старика, причем мы все будем такими стариками, я так полагаю. Это портрет сломленного человека, потому что он ушел из жизни не просто непризнанным, он даже не понял, что эта теория перевернет вообще в науке. Повезло в этом смысле Эйнштейну, потому что научные мысли и даже обыватели к тому времени были готовы воспринять теорию относительности. И эта теория сложна, но даже обыватели говорили совершенно верно о том, что все относительно. И, кстати, Эйнштейн в своей теории относительности использовал геометрию Лобачевского. Я хочу привести цитату казанского поэта, который прожил не очень долгую жизнь и умер в Лондоне, Равиля Бухараева. Он был участником первого фестиваля Лобачевского в 2011 году и выступал на конференции «Влияние неэклидовой геометрии на художественное сознание». Эта конференция является составной частью фестиваля Лобачевского, и там озвучиваются самые сумасшедшие проекты на грани на стыке наук и искусств, на грани поэзии и математики. В ней принимают участие не только филологи и математики, но и философы, священнослужители, сами поэты и даже театроведы. Итак, Раиль Бухараев сказал, цитата, произнес, «Несмотря на всю умозрительную сложность геометрии Лобачевского, ее связь с поэзией очевидна, потому что и там, и здесь главное – это вопрос взгляда на предмет. Возьмите полоску бумаги, перегните ее на 180 градусов, сложите концы, и вы получите в нашем бытовом трехмерном пространстве одностороннюю поверхность. Сумасшедшее чудо всегда рядом, его надо только увидеть. Именно такая сумасшедшинка во многом определяет настоящесть и подлинность поэзии. Притвориться сумасшедшим можно весьма успешно, но конструкт никогда не станет ни деянием, ни поступком». Цитата заканчивается. Так, и немножко о фестивале. Фестиваль, который проводится в начале декабря, в дни, когда отмечается день рождения Лобачевского, поначалу было воспринято очень неожиданно, и когда я делилась этой идеей, многие крутили у виска и говорили, а при чем здесь математика, потому что фестиваль-то поэтический, и приглашаются на него в основном, я приглашаю хороших поэтов из России и из-за рубежа. Между тем, многие поэты очень близко восприняли вот эту теорию, потому что поэзия, как я уже говорила, всегда настоящая поэзия, всегда неевклидовая, она заставляет посмотреть на знакомые предметы, знакомые явления с неожиданной стороны. Фестиваль этот продолжает еще сложившуюся во времена Лобачевского традицию проведения совместных вечеров общества любителей отечественной словесности, на заседаниях которых читали свои стихи не только поэты-филологи, но и математики. Известно, что Николай Лобачевский писал стихи, а его любимый преподаватель Николай Ибрагимов читал курсы словесности и геометрии, был признанным поэтом автор популярной песни, песни, которая иногда считается народной, в ополе «Березонька» стояла. Я практически закончила, и я ввела в литературный обиход понятие неевклидовой поэзии. В рамках фестиваля проводится вечер неевклидовой поэзии. Вот именно в контексте этого вечера под неевклидовой поэзией я понимаю ту поэзию, которая не характерна для данного поэта. То есть поэт написал стихи, которые его удивили, которые не соответствуют его обычной, классической в его понимании, поэтике, образной системе и просто взгляду на мир. И как пример, может быть, такой неевклидовой поэзии, я прочитаю свое собственное стихотворение, такой верлебр. Стать стрелкой на часах Казанского Кремля, клавишей дэрит мирового компьютера, западающей си бемоль утренним бесцветным мраком всеми собаками мира, очками XT на родной переносице, безвольным сердечным клапаном, чем угодно, лишь бы не лили Газизовой. Спасибо.